Всем привет! Ну и в этом выпуске предлагаю вам погулять по новогоднему Питеру Посмотрим основные места в центре города, как оно теперь выглядит Ну и конечно, откуда бы нам начать, если не с главной новогодней елки Уже какое-то количество лет елка у нас не пластиковая Выглядит прилично, но вроде это не цельная елка, а сборная конструкция из нескольких елок Вот у нас непонятно даже что за архитектура, как будто какая-то Голландия Вот вроде лахта-центр На Дворцовой организовали небольшую такую ярмарку Где можно что-нибудь такое приобрести в виде сувениров Глинтвейн, албаский гриль И прочее такое веселье Ну народу как-то не очень много, на самом деле секрет прост Сейчас невероятный дубак на улице Но все же есть люди, которые катаются на горке Зимний дворец в солнечном сиянии Ну и двинемся туда в подарку генштаба Не особо, конечно, я люблю это место Здесь очень много всевозможных персонажей, которые пристают туристам Но почему бы не пройти разок на Новый год Так Понятно Так, вот они пристают Главное нам Довольно-таки приветливо Ладно Тут кого только нет Так, тут вижу какую-то фотосессию Фото-выставку даже сказал бы Ага Понятно Ленинградские пышки Но мы-то знаем, где пышки настоящие Так Ну в целом Как-то так Музей эротики Так, музей эротики в следующий раз Так, ну что Добрались до Невского проспекта Мне кажется, по Невскому идти было бы как-то слишком банально Поэтому я сейчас сяду на какой-нибудь троллейбус типа 22-го И поеду в сторону Новой Голландии Пятый приехал раньше 22-го Так что едем на нем Ох, замечательно Как вам дойдут процессы? Амиэротики в офисе Там плохо там, дальше Пойдем дальше П feminist Вот я добрался до Новой Голландии Смотрите, там щелкунчик появился Сейчас пойдем смотреть Вот он Вот наш щелкунчик Поближе И идем смотреть Новую Голландию Поближе Все красиво Вся красота, видимо, вокруг катка Сейчас посмотрим, что там на катке у нас происходит Там тоже какая-то интересная инсталляция Из елочных игрушек Ну и каток, конечно Ого! Он даже махает нам Так, куда же дальше пойти? Каток посмотрели Посмотрим теперь елочку Можно погреться Тут елочка смотрится Куда более натуральнее Так, ну Больше никакого новогоднего Украшательства я и не вижу Посмотрим Мне больше всего нравятся вот эти вот Запорошенные игрушки Запорошенные игрушки Причем мне нравятся здесь дома Красота Красота Еще игрушки нашел Здесь так совсем красиво все это сочетается Так, сейчас пойдем в бутылку Там еще одна игрушка Мне кажется прикольно Придумали Заходим в бутылку Тут тоже у нас Все красиво оформлено Ой, еще и елочка в центре Вот это красота тут Можно погреться даже Смотрите Даже возникает желание тут Взять флэт Есть флэт Пару Более 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 Женщик Возникает Возникает Более ну что флэт я нашел можно двигаться дальше по маршруту я думаю что отсюда удобнее всего пойти дальше на никольские ряды там по идее должна быть огромная горка колокольню никольского собора оказывается уже отреставрировали и открыли смотрите какая красотища у нас здесь получилось ну и там весь золотой сам собор уже вот я добрался до никольских рядов давайте посмотрим что интересного ой а горки то что-то я не вижу вот здесь была раньше горка крайней мере моему прошли про за прошлой зимой теперь горки тут нет вот так прокат так тут видимо есть один каток там сейчас идет очистка с этой стороны что такое поставили кассы кассы куда-то рыба моя в общем я что-то разочарован думал здесь будет огромная горка но не суждено дизлайк дизлайк этому месту за это идем дальше я думаю что сейчас попробую поймать трамвай номер три и поедем посмотрим гостиный двор пространство там по идее тоже что-то такое должно быть интересное посмотрим но никольские ряды как-то разочаровались в этот раз едем дальше так за тройкой я встал не там личная питерская тема так он все еще не открывается отлично я смог я сделал это осторожно двери закрывается едем ну что вот я и доехал до гостиного двора сейчас посмотрим так называемый центральный каток открылась это место не так давно по моему года два всего назад тут еще как видите есть куда двигаться плане развития вот так что у нас тут интересного какая-то непонятная елочка и а и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можете себе представить, это место находится буквально в сутки метров от станции метро-гостиный двор. Здесь у нас находится церковь, поэтому мы тут еще можем послушать и колокольный звон. Это здесь одновременно и музыка, и колокола явно тут не доработали синхронизацией. Так, посмотрим, что здесь еще есть. Ну, наборчик такой, не очень, скажем сразу. Один фут-трак, парочка каких-то заведений, и, по-моему, на этом все. Лопни шарик, меткий глаз. И прокат, видимо, коньков, да. Так, а здесь у нас еще что-то есть. Давайте посмотрим, что здесь. Всегда интересно завернуть за около. Здесь у нас еще одна елочка. Так, и что тут еще? Большая такая декорация в виде елочной игрушки. Ну и на этом, в общем, все. Ну и тут можно зайти уже в гостиный двор. Вот буквально минутой я вышел на Невском проспекте. Сразу на елку попал. И традиционный Дед Мороз, по-моему, он тут мало как меняется. Подарочек нам принес. Так, что еще у нас тут есть интересного? Больше ничего такого новогоднего не вижу, поэтому двинем дальше. На следующее новогоднее место. А именно, пойду сейчас к Елисеевскому магазину. Кстати, тут все-таки есть что-то новое. Теперь появились вот такие вот елки в футлярах с подарками. Как-то я сразу и не заметил. Так, ладно, идем-ка к Елисеевскому. Акционные сувенирчики в подземном переходе. Мы выходим на Невский проспект. Но особого желания по нему гулять у меня нет. Сейчас сразу свернем. Это магазин купцов Елисеевых. У меня почему-то вот эта витрина создает какие-то новогодние настроения все равно. Хотя она тут всегда присутствует, но лишний раз подойти на Новый год, посмотреть, мне кажется, интересно. Елисеевский, конечно, прекрасен, но не в это время. Дня и года. Пальма у нас. Вот тут много всяких вкусняшек. Выходим на Малую Садовую, посмотрим, что здесь. Вот он Елисеевский у нас здесь. Так, тут я вижу только торговлю. Елочные игрушки. Вон так. Еще немного. Увелирное украшение. Там обычно в конце рядов была инсталляция такая тоже интересная. Сейчас что-то я ее не вижу. Что-то тоже часы какие-то всякие. Хендмейт. Варежки. Вот эта, кстати, полезная лавка. Так, ну и там дальше направо должен уже находиться традиционный новогодний городок. Сейчас посмотрим, как он выглядит в этот раз. Рождественская ярмарка. Санкт-Петербург. Ну, в целом, ничего нового такого не вижу. Опять такой городок а-ля Голландия. Всегда было интересно, почему, когда мы хотим что-то такое красивое сделать, у нас получается всегда в декорациях Голландия. Когда мы себе строим, почему-то мы строим себе не Голландию. Так, ну ладно, понудил, идем смотреть дальше. Ничего симпатичного. Тут, как обычно, можно приобрести горячие напитки, поесть. Так, вот у нас елочка. Так, опять печеньки тут какие-то. Или кто это? Я не знаю. Так, вот там должна быть карусель. По крайней мере, обычно она там есть. Посмотрим сейчас. Да, все так и есть. Тут тоже без особых изменений. Детская карусель. И дальше стритфуд. Чешский гриль. Пожалуйста, вам. Тут опять можно... Ой. Авторский чай. Можно тут пока этих столиков остановиться, подкрепиться. Елочка. Фудтраки. Сосиски. Пончики. А, ну и дальше каток. Так, я не туда зашел. Фрэнк вовсю поет тут «Flapped snow». Вроде бы здесь все. Не знаю, даже куда еще тут можно пойти, чтобы что-то новогоднее увидеть. Пойду потихоньку обратно к Дворцовой площади. Там, глядишь, может потемнеет и будет интереснее. Ход в пассаж тоже украсили. Посмотрим, посмотрим, что тут в пассаже у нас. Тоже есть какое-то украшение. Такие щелкунчики новогодние. Дорогие. Спасибо. 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 Там даже какое-то облачко. Прикольно. Ну, как-то так. Башня традиционно украшена. Невский проспект, конечно, самое безумное место в городе. Здесь такой грохот и шум, что мне только хочется пожалеть бедных туристов, которые приезжают и первым делом идут гулять по Невскому проспекту. Казанский. Там тоже у нас елочка. Метро. Канал Грибоедово. Зингер. Дом книги, он же. Ты знаешь, что для меня пострел. Канал Грибоедово. В замерзшем варианте. Ну, ладно. Потихоньку продолжаем двигаться в Дворцовой. У Казанского уже какое-то безумие. Там вон рождественская инсталляция. Хотелось бы посмотреть. Сейчас попробую понять, как туда дойти. Делочка у Казанского. Так, запрыгиваем. Что-то там все смотрят. Мы сейчас тоже посмотрим. Рождественская тут история. Видно, не видно. Традиционное украшение Невского проспекта. Не знаю, как вам, мне здесь не особо нравится. Так что сейчас сразу же свернем, как сможем. тут у нас естественно еще и на воде появилось украшение. Сразу стало хорошо. под вечер людей стало больше явно. Посмотрим теперь на елочку по всей ее красе еще раз и будем плавно заканчивать. здесь. Ребята продолжают работать Ну что, на этом все Вот как-то так выглядит новогодний Питер Всем пока